Привет всем, друзья! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, как быстро выучить немецкий до уровня C1. Причем я бы хотела очень разграничить ситуацию, когда вы учите немецкий для языкового сертификата и для себя лично, и для жизни в Германии. И поговорим о том, стоит ли вообще это делать. В общем, поехали! Простите меня за небольшой перерывчик в выпуске видео. Все было связано с тем, что у меня не было интернета почти целую неделю. Соответственно, вся моя активность была приостановлена. Это, кстати, один из минусов Германии, что тут все очень-очень долго делается, любые поломки. Это просто целая катастрофа, но об этом я с вами поговорю в отдельном видео о минусах жизни в Германии. А сейчас перехожу к теме видео. Я уже 5 лет живу в Германии, и до этого я очень-очень долго учила немецкий в школе, и также занималась на курсах и с репетиторами. И я вам скажу честно, что только сейчас я могу сказать, что я знаю немецкий на уровне C1. C1 предполагает, что вы можете свободно общаться на любые темы, что вы можете читать сложные статьи в газетах, что вы можете называть синонимы и понимать очень тонкие различия между похожими словами, синонимами. И, в принципе, C1 это такой уровень языка, когда вам понятно буквально все, и вы можете пообщаться на любую тему с немцами. И поэтому меня просто ужасно-ужасно бесят сайты и видео, в которых вас как бы научат, как выучить немецкий за год, за 6 месяцев, за месяц, и просто вверх наглости выучить немецкий за 16 часов. Вот я думаю, чем я тут занимаюсь 10 лет моей жизни, да? Я могла бы учить немецкий за 16 часов, куда я угрохала столько времени. Ну, да. И я предполагаю, что люди, которые способны за год выучить язык до уровня C1, это, наверное, какие-то гении, суперодаренные люди. Но, если вы не гений и не уникум, а обычный нормальный человек, такой, как, например, я, вы все равно можете похвастаться тем, что вы как бы знаете немецкий на уровень C1. Каким образом получить языковой сертификат? Одним из таких популярных языковых сертификатов является тест DAF. У меня есть на эту тему очень полезное видео, которое рассчитано именно на тех, кто уже напрямую готовится к этому экзамену. Но я вам скажу честно, что я советую сдавать языковые сертификаты только тем, кому это действительно нужно. Например, для того, чтобы получить работу или для того, чтобы поступить в университет. И сейчас я вам назову три простых пункта, которые вам нужно выполнить для того, чтобы сдать сертификат на уровень C1 за очень короткое время. Для кого-то это, может, будет год, для кого-то полтора года, но, в принципе, вам для этого понадобится очень-очень мало времени. Вот, сейчас перехожу к этим трем пунктам. Первый пункт абсолютно обязательно, от него вы никуда не денетесь. Вам придется вбухать кучу бабла ваше изучение немецкого, потому что для того, чтобы быстро выучить язык, вам нужно будет заниматься или на суперинтенсивных курсах, где-то около 20 часов в неделю, или же заниматься с репетитором. Индивидуальное занятие где-то три раза в неделю, ну, хотя бы два в крайнем случае. И вы представляете себе, что это все очень-очень дорого. Пункт номер два. Забейте на свободное время, потому что вместо свободного времени и встреч с друзьями вам нужно будет учить слова, артикли, грамматику и тексты. Пункт номер три. Прокачайте свои скиллы. Представьте себе, что как в компьютерной игре от вас будут требоваться определенные навыки, которые, скорее всего, у вас не развиты. Например, одним из таких вот, в принципе, в нормальной жизни абсолютно бесполезных навыков, но которые нужны абсолютно всем, кто сдает немецкий на языковой сертификат, это умение разговаривать про солнечную энергию, электроавтомобили, экологию и тра-та-та-та-та. В общем, все в таком духе. Я вам скажу, что абсолютно бесполезная вещь для реальной жизни, но на каждом языковом экзамене обязательно вас об этом спросят. Вот, это, в общем, такая моя версия того, как выучить немецкий за очень быстрое время и получить языковой сертификат уровня C1. В итоге получается так, что вы получите абсолютно ненужные для жизни в Германии навыки, вы потратите кучу денег, но у этого всего, конечно же, есть свое огромное преимущество в том случае, если вы получите работу в Германии или поступите в немецкий университет. Если же вы считаете, что вам не нужно срочно, через 6 месяцев уже начать жить в Германии и у вас есть какое-то время, да, обычно у большинства людей это время есть, но давайте скажем честно, лучше учите немецкий для себя. Я знаю, что для многих людей возможность в будущем жить или учиться в Германии это просто часть какого-то их образа и, ну, в принципе, да, это просто вот очень круто рассказывать о том, что я учу немецкий, я когда-то буду жить в Германии, но если вы реально хотите жить в Германии, то почему бы не попробовать изучать какие-то вещи, которые ближе к реальной жизни, потому что в Германии, например, со мной происходила такая ситуация, что я общалась с людьми на абсолютно нормальные темы и в первое время не могла в голове найти необходимых слов для этого. Я не знала, как покупать продукты в супермаркете, я не знала, как называются разные части одежды, потому что для сертификатов, для экзаменов мы учим какие-то супер научные темы по поводу полетов в космос, по поводу каких-то медицинских супер новых достижений, а такие простые вещи, как название продуктов питания, название одежды разных видов, мы почему-то не знаем. Ну, да, мы же все сдавали крутые языковые сертификаты, а простых вещей так и не выучили. Так что, если вы учите немецкий для себя и просто хотите хорошо знать немецкий, конечно же, просто начните его учить. Если у вас есть возможность, запишитесь на курсы или наймите учителя. Если у вас нет такой возможности, ничего страшного. Если у вас есть интернет, то у вас все получится, есть огромное количество разных учебников, обучающих видео, каких-то сайтов, на которых вы можете спокойно учить немецкий и, возможно, только иногда посещать какие-то курсы или буквально для контроля и для улучшения разговорного языка заниматься с репетитором. И пускай на изучение немецкого вам понадобится не 6 месяцев и не 16 часов, а, возможно, даже 2 года или 3, но, во-первых, вы не будете жертвовать своей жизнью и своим состоянием в этот период времени, а, во-вторых, знания, которые вы будете получать постепенно, конечно же, намного лучше усвоятся и они уже будут вашими. Знаете, это не то, что вы выучили в последний момент буквально за 5 минут до экзамена в метро, да? Это реальные знания, которые останутся с вами навсегда. И я думаю, что это очень ценно. Я все-таки считаю, что не нужно быть поклонником каких-то липовых медалей и ненастоящих достижений. Я думаю, что если вы хотите учить немецкий и вы хотите учить немецкий для себя, то учите его нормально. В том же случае, если вам нужен языковой сертификат, потому что вы уже буквально в ближайшее время будете учиться в университете или работать в Германии, то, конечно же, флаг вам в руки, делайте все, что от вас зависит для того, чтобы достичь вашей цели. Но если же ваша цель просто хорошо знать немецкий, тогда и учите немецкий для себя. Ищите свою внутреннюю мотивацию, изучайте то, что вам интересно, изучайте то, что вам действительно понадобится и забейте на то, что вам рассказывают люди снаружи, которые вроде как считают себя экспертами. В общем, делайте то, что вам подсказывает свое сердце, и у вас все получится. И поверьте, даже если вначале вам кажется, что вы отстаете от ваших одногруппников, которые так целеустремленно движутся вперед, в долгосрочной перспективе, конечно же, выиграете вы, потому что вы изучали то, что вы считаете нужным и необходимым. И это самое главное. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Я постаралась высказать свою точку зрения и свое видение этого вопроса, потому что я действительно считаю, что это абсолютно неправильно и это абсолютно нечестно с точки зрения людей, которые, может быть, еще и сами не знают немецкий на уровне C1, рассказывать о том, как они его уже выучили за 6 месяцев или за месяц. Но это просто-просто несправедливо и нечестно. Это неправда. Надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что мои высказывания не были слишком категоричными для некоторых из вас. Хотя, даже если это так, просто напишите об этом в комментариях. Ставьте лайк, кому понравилось, ставьте дизлайк, кому не понравилось. И, конечно же, пишите в комментариях о том, что вы думаете по этому поводу. Смотрите также мои влоги, которые сейчас начали выходить опять на канале. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на социальные сети Инстаграм и ВКонтакте. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok